9 июля 1877 года. В Уимблдонье состоялся первый теннисный турнир. В 1868 году на арендованной земле в Уорпл-Роуд на юго-западе Лондона был создан всеанглийский крокет-клуб. В 1872 году некто Джон Уолш, чтобы записать свою любимую дочку в пожизненные члены клуба, подарил крокетчикам машинку для стрижки газонов. Помимо крокета игроки также увлекались лаун-теннисом. Вскоре. Популярность игры возросла настолько, что пришлось построить в 1875 году первый теннисный корт и ввести теннис в название клуба. Однако неожиданно произошло несчастье – сломалась газонокосилка, и спортсмены уже не могли себе позволить играть в любимые игры, поскольку корт очень быстро зарастал травой. Новая газонокосилка стоила 10 фунтов. По тем временам это были большие деньги, а клуб такими средствами не располагал. И тогда кому-то в голову пришла мысль провести соревнования и таким образом заработать на новую газонокосилку. В начале июля 1877 года читатели английской газеты «Зефилд» прочитали следующее объявление «Всеанглийский крокетный и лаун-теннисный клуб Уимбуден». Предлагает всем желающим попробовать свои силы в теннисном соревновании в понедельник 9 июля, а также в последующие дни. Победителей ожидают два приза – золотой приз чемпиону, а серебряный – финалисту. В надежде получить главный приз, 22 игрока не поскупились отвалить организаторам по одной генее в качестве платы за участие в турнире. Главный приз – 35 геней – достался Спенсеру Гору первому чемпиону Уимбудона, который по окончании финального матча заявил «Теннис – очень сложная игра, и я не уверен, сможет ли она стать действительно популярной». Первый финалист Маршалл заработал чуть больше 7 геней. По итогам проведения турнира и уплаты налогов в кассе осталось 17 геней, это было намного больше, чем стоила машинка. С того времени турнир на кортах всеанглийского крокетного и лаун-теннисного клуба стал традиционным, и сегодня Уимбудонский турнир является одним из крупнейших теннисных турниров мира, а его общий призовой фонд превышает 44 миллиона фунтов стерлингов в 2023 году.